Но когда понимаешь, что это все взлетает из Энгельса, а запускается на депоторе Каспийского моря, вы знаете почему? Чтобы не достали систему ПВО, или как это можно объяснить? Или просто уже других нет? Нет, но система ПВО не достанут, если это запускать из-под Курска, потому что все-таки из-под Каспия там добрых две тысячи километров я не считала с линейкой, но ракеты эти летают на две пять тысяч километров. Так вторая попытка. Вот почему из-под Каспия? Почему над Каспием? Я не знаю, честно скажу. Поэтому даже не буду гадать. Ну вот надо ущипнуть себя, потому что дело в том, что там в самолетах стоит такой барабанчик, с которого эти ракеты запускаются. Шесть ракет с Ту-95 и два барабанчика, то есть 12 ракет с Ту-160. Поскольку эти ракеты старые антикварные рухлядь, то они не все запускаются, в том смысле, а ракета же как запускается? Она вываливается из брюх самолета, потом у нее включается зажигание, потом она летит. Так вот у нее не всегда включается зажигание. И чтобы вот этот дождь из ракет не шел где-нибудь над городом Саратовом, чтобы изумленные люди не смотрели в ней, посмотрели, вот что это только падает. Они запускают его над Каспием. И это, значит, когда не просыпается, летит в Каспий. А потом на побережье Каспия находятся две с половиной тысячи мертвых тюленей, потому что, не знаю, связано это или нет, но ракета, заправленная несимметричным диметилгидрозином, диметилгидрозином, но считается, что ракета, заправленная новичком. То есть, получается, в каком-то смысле Владимир Путин и его армия думают о том, чтобы не навредить своим гражданам. Можно даже найти в этом что-то позитивное, с его точки зрения, конечно. Ну, я думаю, что они думают о том, чтобы вот этот ракетопад не наблюдали в прямом эфире большое количество потрясенных жителей Саратова или города Энгельса. Они говорили, а как это? Отсели же грозить, мы будем шведу. Нам же говорили, вторая армия в мире, вот это самое, сейчас сметем всю инфраструктуру.